Храни вас Бог. Спасибо, что вы согласились пообщаться со мной. Я так в двух словах расскажу о себе. Живу не христианской жизнью, но к этому подхожу. Господь меня к этому ведет и я благодарю этому Богу, что оно так получается. Оно все начинается с первого шага. Слушайте, я так сейчас расскажу о своей жизни. Я вот на вас смотрю и вы для меня какой-то такой потолок. Почему-то я всегда ваше видео смотрел. Причем оно так случайно получилось, что я вышел на вас и увидел вас. Наверное, не случайно. И то, что вы говорите, оно больше касается как-то по моему сердцу. Наверное, так ему выразится. Вот то, что вы не сказали, оно просто бьет по моему сердцу. Какой-то истины, наверное, вот так ему выразится. Я же не от себя говорю. Я говорю то, что говорит Бог, а Слово Божие написано в Евангелии. Появляется в жизни какой-то, допустим, вопрос неразрешенный, да. Я сразу обращаюсь к Писанию. Так, а что об этом Господь говорит? Вот. И мне легко очень жизнь. Потому что сам я ничего не знаю. Для меня все Господь решает. В Писании есть все абсолютно то, что касалось бы нашей жизни. А, вот, Сергей, я вам могу, ну, вот вы там со священниками, с батюшками с кем-то там общаетесь. Понимаете, вы, одним словом, вразумляете меня в тысячу, наверное, больше раз, чем какой-то там, что бы там ни сказал тот человек, раб Божий. Оно просто либо оно идет, либо оно не идет. Я сам такой заблудший сын, просто не понимая вообще, что мне происходит, чтобы вы понимали и чтобы вы меня вразумили. Потому что, как бы, через ваше слово я понимаю очень более, наверное, ну, как через Господа, это, естественно, я все это понимаю. Живу я на Донбассе, ну, там, где у нас война идет, в принципе. Сейчас я переехал в Ялту. Я артист, я выступаю, танцую, как бы, у меня много всяких моментов. Но сейчас такой момент произошел, что как бы я так заблудился. И мне, в принципе, ничего так и не надо, там, в плане, там, своей… Оно же хочется как-то так добиться, там, чего-то или где-то там… Бог пришел, в принципе. И славянными бедами, там, и, как бы, вот этими всеми моментами, которые, как бы, постепенно они мне, там, как бы… К этому оно все приводилось. Я не знаю, какое-то такое вот просветление, никакого оно же не происходит. Игорь, это ничего не лежит в душе. Это просто грех давит и все, и совесть отзывается на грех. Это легко очень все понять себе. Ну, вот, во-первых, а почему совесть так она о себе говорит? Во-первых, позиция жизненная неправильная. Вообще, любые развлечения, вот это вот танцы – это все Господу не угодно. Это еще двести лет, сто лет на Руси называлось лицедейство. Вот. И это преследовалось. Почему, если вот это вот лицедейство, вот это актерство так полезно вообще для развития человека, почему на протяжении стольких столетий вообще это занятие преследовалось, презиралось и вообще, так сказать, ну, там у некоторых даже, ну, за это сжигали на кострах. Да, актеры всегда были презираемые люди. Это просто в наш презираемый век они стали уважаемые люди. Ну, это практически 150 лет назад только в Россию, на Русь пришло. Это все пришло из Европы, из Запада, из Америки. Это раньше называлось блудодеянием. Мужик, мужчина, он должен трудиться руками, вот, от рук своих зарабатывать. Вообще, это заповедь, когда Господь изгнал Адама с Еву из Раи, он заповедь дал такую Адаму, что в поте лица будешь есть хлеб свой. То есть человек, мужчина должен зарабатывать трудом. Причем труд должен быть с отдачей. Обязательно нужно что-то производить. Не то, что сегодня, как, знаешь, а сегодня превалирует так в мире расставщичество. Вот это вот банковский бизнес. Потом купли-продажи, много рынков, вот этих магазинов. Это все Господом не благословлено. Это все находится под проклятием. И даже если человек успешный, все это не угодно Господу. Рано или поздно это Господь осудит. А уж говорить вот об этом развлекательном, о чем-то, танце какие-то, это совсем уже против Бога. Ну, я хочу вас вот так, чтобы вы меня образумили, наверное, в этом плане. Я зарабатываю, в принципе, только вот этими моментами. И сам понимаю, что я иду сам в грех, потому что это тщеславие, это гордыня, она всегда, она же присутствует, потому что там какая-то конкуренция и все такое. Но вот я работал, это как бы по опыту моего жизни. Вот, и я вот работал, и каждые сутки просто я там вот работал в шахте, и я вообще не находил даже места для Бога, понимаете, о чем я как бы хочу вам донести. То, что у меня и сейчас есть возможность, она как бы, она вся, всей моей жизни, я занимаюсь как бы любимым делом и пытаюсь, чтобы вот эта вот вся работа, она не поглощала, чтобы и просто ради заработка. Вот в этом плане. Она просто меня вот поглощает, сама работа, она поглощает то, что я даже не могу, допустим, я бы к этому, наверное, даже не пришел бы. Скорее всего, наверное, так оно и есть. Любимое дело в этой жизни это грех. Но мы по плоти и по своему сердцу развращенному по голове своей, по мозгу мы ищем всегда легких путей. А христианство предполагает ходить, как Господь говорил, ходить и тесными вратами. То есть нельзя в этой жизни пристроиться в этой мирской жизни и хорошо прожить удобно эту жизнь, да, и попасть в Царствие Божие потом. Вот. В Царствие Божие могут попасть только те, кто в этой жизни ходил путями нелегкими. Сейчас много различной работы. Есть лопата, есть земля. Копай, сажай, пожалуйста. Все что угодно. Можно каменщиком работать, можно плотником работать, кем угодно. Не сам Христос, сам Господь был плотником. До 30 лет Он плотничал. Во-первых, апостолы говорят, чтобы ты еще мог от рук своего дела давать нуждающимся, чтобы ты мог всегда заработать для того, чтобы, ну, в первую очередь, родственникам, допустим, какие-то родные, близкие люди. Во-вторых, во-вторую очередь, нуждающимся. То есть работать нужно не для того, чтобы себе украсить жизнь, да? У меня, у меня просто семья, она вообще, она как бы невирующая. Я вот, там, к эзотерике какой-то там, знаете, вот, ну, как бы, у меня лежало к чему-то вышнему, но почему-то я пришел к этому в самый последний момент. Вот эти, там, Будды, там, и, там, Кришны, Вишны, и все такое. Ну, я всегда покупал православные иконы. Всегда. У меня просто икона образовалась непроизвольно. Она просто непроизвольна. Я вот покупал просто, вот, там, Иисуса, Богородицу, Серафима Саровского. И у меня как бы вот так вот установилась такая вот, как бы, такая маленькая церквушка в уголке моем. Но ни отец, ни мать, ни брат, они этого, ну, как бы, может быть, отец он к этому и приходит. Но чем больше я к этому прихожу, тем больше от меня как-то люди отворачиваются. Понимаете, как? Весь мир отвернется. Всех друзей потеряешься. Написано, Господь сказал, враги тебе домашние твои. Христианин это тот, кто страдает в этой жизни. Если ты не страдаешь за Христа, значит, ты еще не христианин. Если в семье на тебя не восстают, если от тебя не отворачиваются, не смеются вокруг тебя люди, окружающие тебя, друзья твои, если не смеются еще на тобой, то ты еще не христианин, то ты еще не принадлежишь Богу. Как только вот это будет происходить, вот вот эти гонения начнутся, знаешь, среди друзей, близких людей. Ну, Господь сказал, я принес не мир, но меч. Ну, в каком плане меч? Это меч, во-первых, для борьбы с грехом, со своим грехом. Понимаешь, когда человек, допустим, вот, ну, может быть, наблюдал, да, я раньше сам присутствовал, сейчас замечал это, вот собирается праздник какой-то, сидят достолье люди, да. И если появляется вдруг за столом человек, который, он говорит, я не пью, да, он обличает сразу же людей, а люди на него, скажут, да как это не пьешь, давай-ка, давай, наливай-ка, давай выпьем. Понимаешь, потому что люди подсознательно, духовно ощущают свой грех, вот, и они под грех, под это стараются подвести человека. Если он отказывается, они уже чувствуют, ну, как и уже в мире сейчас называют, обзывают не пьющих, ты что, больной там, или ты поошился, да. То есть человек уже не вмещается в мозг, что человек может просто не пить ради Господа людей, а потому что, потому что грех. Вот когда ты отказываться начнешь от всего, от луда, от всего, вот, от алкоголя, от зависимости каких-то, понимаешь, у людей начнется появляться зависть к тебе, вот, а они свою зависть будут проявлять в виде насмешек каких-то, вот, гонений начнут тебя там подкалывать по-всячески. Ну, понимаешь, больше, чем я говорю, да? Да, естественно, но оно в душе лежит, ну, как бы, оно у меня просто давно лежит, и какие-то моменты я просто как заблудший сын, наверное, так сказать. Я же вам почему и позвонил, потому что я слышу ваше слово, оно меня просто вразумляет, понимаете, это не так, как вам сказать. Причем я сейчас начал просто понимать многие моменты, когда я просто начал молиться, просто молиться, я же этому, вот честно вам сказать, это буквально месяц, там, буквально два месяца произошло. Я просто молюсь, и у меня мысли-то они совсем меняются, абсолютно, и вижу какие-то там свои грехи, абсолютно почти многие. Я аж как гордыня, она вот всегда присутствовала. Ну, я так, чтобы сказать, там, обижал кого-то там, но всегда у меня была такая вот позиция, что я там такой-то, такой-то, и... А грехи, они начали сами по себе обличаться, в принципе-то. Это очень хороший показатель. Когда человек, он свою совесть не запечатывает. Если человек идет, он подавляет в себе с каждым годом взросление своего, он все больше и больше подавляет, то есть углубляется, он, ну, как бы, в грехе утверждается, и тем самым запечатывает свою совесть, то есть вот тот канал, который связывает нас с Богом, да. Если есть еще вот такое, как бы мучает совесть, да, за каждый какой-то проступок, вот, стыдно самому перед собой, это именно совесть срабатывает перед Богом, стыдно перед Богом становится, вот. Это очень хороший показатель, потому что в мире сегодня все меньше и меньше совестливых людей, а это значит, что нарушена у людей связь с Богом, вот, и показатель этому совести. И нельзя ни в коем случае идти против совести, потому что идя против совести, идешь против Бога. А если идешь против Бога, Господь будет посылать, как бы, испытания серьезные по жизни. Почему, вот, по моей такой вот жизни, по моей судьбе, я всегда больше изучаю какие-то бесовские, какие-то вот моменты, вот как, там, экзорцизм, что бес говорит, там, так-то, показал себя в открытом, как бы, виде, да, и он бы не был таким привлекательным, человек бы от него шарахнулся и испугался. А он предлагает в виде каких-то скрытых таинств, то есть в виде скрытых каких-то интересов, понимаешь, вот эта эзотерика, да, все вот это вот чувства человека, видения его мыслей, да, он вот это предлагает, ну, потому что это человеку интересно, потому что сама природа человеческая, она искажена, она подвержена греху, вот, и подобное тянется к подобному, так как мы к греху ближе, от Бога мы отдалились в Царстве Небесном, да, вот, и по сей день все дальше и дальше в виде вот этого всего роста безобразия в мире, технологии всего, мы все дальше и дальше тем самым удаляемся от Господа. А если мы удаляемся от Господа, мы приближаемся к сатане, понимаешь, и все, и грех нам становится, он приятным становится, это вот наше. А сатана, он и предлагает вот эти все тайны какие-то, да, все это нам хочется познавать, а у Господа, кажется, тайны никаких нет, он в Слове Божьем все открыл. Сижайте, Царствие Божие, вот и вся тайна, да. А его апостолы спрашивают, а где оно, Царствие Божие? А он говорит, а Царствие Божие внутри вас есть. Понимаешь, вот и вся тайна, все, что нужно в христианстве постичь. Бог нас не зовет ничего вообще. Он нам показывает четкие пути в жизни, и отвергнись себя, и следуй за мной. Оно, в принципе, то у каждого в душе просто лежит, но все идут, как Господь сказал, вы же идете по ложному пути. Ну, конечно. А этот путь наш, мы его выбираем. А нам Господь другой путь предлагает. Он для этого пришел на землю, Бог, и распялся. Он именно для этого показать людям пришел, что вы, люди, вы не тем путем идете, вы идете путем ложным. Вот, отвернитесь. Вот так как быть, когда человек, допустим, заблуждался? Вот как быть? Это никак. Остановиться на своем пути, пересмотреть все ошибки, и развернуться, и пойти в другую сторону противоположную. Делал так, ругался матом, да, не ругайся матом. Курил – не кури, блудил – не блуди, работал на работе скверной впереди, на честную работу, добросовестную, чистую работу. Видишь, все в противоположном направлении. Я вас услышал, причем так, внутренне, наверное, больше услышал. Да, в принципе, так оно и есть, но у меня много вопросов. Я знаю, на Царстве Божьем покаяться надо по большей степени и причаститься. Это же Господу уводно. Что значит покаяние? Покаяние – это то, о чем мы сейчас и говорили. Это есть метаноэ – изменение себя. Это в переводе с греческого метаноэ – покаяние. Метаноэ – изменение себя, то есть стать другим человеком. Вот когда Христос пришел на землю, перед его пришествием был пророк такой Иоанн Претеча. Слышал наверняка, да? А, да, да. И он вот кричал, он говорил, что покайтесь и исправьте пути свои, потому что грядет Господь. То есть первым делом человек должен покаяться, исправить свои пути. Только потом ты можешь начать другую жизнь. Потому что без исправления пути, вот знаешь, как люди стараются жить сегодня, кажется, и с миром. Они хотят вроде и в миру оставаться и грешить, понимаешь, и в то же время с Богом быть. А Господь говорит, нельзя Богу господам угодить. Понимаешь, ты должен или с миром оставаться, или отречься мира и угодить Богу. Вот. Одно из двух выбирай, или мир, или Бог. Все, третьего нет. Вы хотите сказать, что, ну как бы, да, поменяю сейчас свое видение и все свои дела, и мне как бы нет смысла в покаянии, исповедании и причастии. Конечно. Потом, когда ты изменяешь свои пути, потом ты приходишь в церковь к священнику. Опять же, выбери священника, помоли Господу. Господь покажет священника, которому пойти и исповедоваться. Просто принести Господу. Но ты исповедуешь не священнику, а Господу. Скажи, Господи, вот я принес тебе свои грехи, возьми мои грехи и прости меня. Понимаешь, ты тогда получишь прощение и причащение. Ты, то есть, вкусишь тело Господне. То есть, уже Господь вещественно уже войдет в тебя. Понимаешь. То есть, это будет подтверждением перемены твоей, как духовной, так и плотской. Ты уже будешь не ты. Это будет не тот Игорь. Это будет новый Игорь, который живет новой жизнью. Ну вот, Сергей, я, кстати, к чему вообще я вам звоню? Я вот, чтобы вы мне вразумили, в принципе, вы уже ответили на мой вопрос, но вам скажу так, как оно есть. Я позвонил, чтобы там вразумить, вот найти какого-то батюшку. Потому что я здесь, я сейчас нахожусь в Ялте. И я вот хожу там вот на службы. Причем я буквально вот-вот же, я же вам говорю. Оно мне лежало, и всегда я там как-то там, всегда я очень слушал. Я вот с Китая прилетел, и очень часто очень слушал православные молитвы. Они мне просто в голове, и я их просто запомнил, потому что я их очень часто слушал. Просто потому что оно мне в голове, вот постоянно там, эти все молитвы. И вот я прихожу к батюшке, понимаете. И исповедовался я буквально вот там два или три месяца назад, наверное. Первый раз. Просто, ну, я просто чувствовал, что мне надо исповедоваться, и там все такое. Первый раз исповедовался на общей исповеди. И я ничего не почувствовал, вы понимаете. Я просто ничего не почувствовал. Я как будто думаю, да ля, да что это за исповедь, если я там даже совесть какая-то не загрызла. То, что я там такой вот, такой вот грешен, и все такие дела. Я пошел потом на следующей, на следующую неделю в другую. У нас там церков разбомбили, это все было в Донецке, Иоанна Кроштадтского. И я подошел к батюшке, я говорю, так и так, помогите мне исповедоваться от чистого сердца. Он просто даже вообще ничего не помог. Я вот так вот, знаете как, начал говорить свои грехи, и, наверное, какой-то лукавый, он мне просто вот так вот взял и затормозил. Я просто не мог слова сказать. Потому что у меня не от сердца все было, поэтому и ты еще и не покаялся, ничего. В покаянии, я же говорю, есть изменения из себя. То есть ты зашел, пришел в храм, один человек покаялся и вышел другой человек. Вот это и есть покаяние. Ничего другого не бывает. И искать что-то не ищи, ничего сверхъестественного не надо. Просто принеси свои грехи Богу и пообещай ему, просто клятвенно пообещай, Господи, я приношу тебе грехи, все, я отвергаюсь от своего пути, действуй в моей жизни, я отдаю свою жизнь тебе. И все. И не надо ничего искать, никаких там этих. Она вера наша, понимаешь, христианская вера, она очень проста. Она приближена вот как бы к простому пониманию. Ничего сложного нет. Бог в своем учении сложностей никаких не дает. Она настолько проста, что ее даже, ну, дети, как правило, ее понимают. А взрослые люди уже не понимают вот этой простоты. Поэтому Христос призывает, будьте как дети. Ну, не умом, а вот как бы душой, как дети. А по уму вот оставайтесь все-таки разумными. Есть заповедь такая Христова. Будьте умны, как змии и просты, как голуби. То есть, понимаешь, вот как ребенок, он вроде вот такой простой, да, и в то же время будьте разумным человеком. Ну, вот, допустим, вот с родителями я сидел. Ну, у меня же, я же как бы так сказал, что у меня родители мало к этому вообще идут. Ну, из-за того, что, из-за того, что как-то так я наставил там икон просто, ну, оно как бы так по душе. Я смотрю, там отец подошел, помолился, мать там подходит, помолился. Хотя они вообще, это же, я не воспитан в том, что там верь в Бога и там все такое. Я просто пришел к этому чуть-чуть так постепенно-постепенно. И смотрю, мать у меня начала вышивать бисером, вот, именно только иконы. Только иконы, там, практически Иисуса, Богородицу и там всех святых. Я говорю, а что ты не возьмешь, там, не вышивешь, там, какую-то там картину, там, к примеру. Она даже не задается вопросом этим, понимаете. Как бы оно, если оно лежит, то оно, наверное, лежит. И вот, когда мы сидели с семьей, там, за этот, понимаете, у меня настолько уже, вот, ну, как бы сложилась такая, наверное, обстановка. В том, что мне даже, как бы не то, что стыдно, а больше как-то так неудобно. Потому что отец мне и мать этого не учила. Я вот хочу перекреститься перед завтраком, а вот как-то так, у меня, то вот что они там подумают и что они там скажут. Понимаешь? Это лукаво не будет и сказать все мысли, конечно. Это все от лукавого. А что они скажут? Это раз, второй, третий, а потом это в норму войдет. У любого дела всегда есть первый шаг. С этого все начинали, даже самые святые люди начинали с первого шага. Они когда-то первый раз начинали креститься. Конечно, им было тоже и неудобно перед близкими, но все переступали. А в этом и есть подвиг, понуждать себя. Понимаешь? Это крестьянство, оно и заключается в том, что это постоянный подвиг. Это переступать через себя постоянно. Каждую секунду взвешивать свою мысль, свое действие. Вот. Это очень большой труд. Это именно и есть духовный рост. Вот. Ну, понимаешь, когда люди иногда закрестневают, он говорит, человек, не учите меня. Я, типа, определился в жизни. Я все знаю. Я знаю, как жить. Понимаешь? А христиан-то или христианин, он не говорит так. Христианин говорит, я ничего не знаю. Я каждую минуту учусь жить. Вот. И он учится отовсюду. И от природы учится. И от людей встречающихся. Он постоянно берет что-то, как, знаешь, пчела. Перелетает с цветка на цветок. Берет у него нектар. Она даже из колючек берет нектар. Вот. Казалось бы, есть такая поговорка. Умный у дурака научится. А дурак и от умного ничего не возьмет. Понимаешь? Так и христианин. Он во всем постоянно у него идет совершенствование себя. То есть, духовный рост. Он начинается здесь, на земле. И мы также духовно переходим в мир иной. И продолжаем вот этот вот духовный рост свой. То есть, мы стремимся к обожению. То есть, как Господь говорит, будьте совершенны, как отец ваш совершен есть. То есть, мы постоянно уже в вечности продолжаем свой рост. Понимаешь? Духовный рост. Но о том росте мы еще ничего не знаем. Мы знаем, как здесь нужно расти. Понимаешь? Я просыпаюсь с улыбкой. Я засыпаю улыбку с улыбкой. Несмотря на все мои вот эти вот жизненные неудобства. Казалось бы, это с ума может сойти. А у меня настолько удовлетворенность этой жизни. Я доволен в том, что уже не я живу, а Господь во мне, внутри меня. И Он дает вот это вот, блин, каждый день приносить с радостью. Что бы ни было, какие бы там печали и, не знаю, напасти не были. У меня есть одно убеждение, что моя жизнь скоро закончится, да. И я унаследую Царствие Божие и вечную жизнь мне, вечное блаженство. А мы что ли чистые туда не входят? Чтобы туда попасть, вот в эту вечную жизнь со крестом, это здесь надо сильно постараться. У меня вот пришло, вот просто, вот я вас услышал. В принципе-то, там не сколько лекция, буквально. Но оно просто внутрь мне так впало, просто это неописуемо. В том, что, и в том, что у меня, знаете как, у меня, я же к чему, тоже через какое-то страдание, вот сейчас у меня там не получается. Я думаю, да блин, да что меня вообще там расстраивает, да что такое. И вот просто и к этому я начал приходить к Господу Богу. Мне как бы не получается там по работе, там. Просто сижу вот сейчас как бы без работы, денег практически вот так вот на нуле. И я вот, знаете, ну там, у меня постоянно, у меня всегда какие-то молитвы, там, псалом вот эти вот, там, все вот это вот, я вот это читаю. И вот я просто увидел, я такое думаю, блин, да он такой счастлив вообще. Я же там слышу и там, или чувствую, не знаю, как это выразит. А я тут, блин... За это надо Бога благодарить. Это опять же тоже, это, человеку это, самому этого чувства невозможно достичь. Это опять же от Бога дается. Господь избирает человека, сделать его наследником. За это нужно благодарить, потому что вот это вот чувствование очень немногим дается. Я бываю там, читаю ваши комментарии, и там есть батюшки какие-то там, у вас там какая-то каша вала или там что-то такое. И я просто, знаете, какой-то гнев внутри меня всплывает. То, что я же-то вижу и там чувствую, а люди хотят вас как-то так оскорбить и... Ну, это же все бесовское, оно же, блин, все как бы... Это даже Господь часто испытывает. Он постоянно испытывает. А через испытания мы растем, духовно укрепляемся. Я еще вот, сколько, лет пять назад, наверное, ну, я спокойно не мог приносить там, допустим, оскорбления какие-то или давления. Я всегда отвечал, допустим, резко, да, злом на зло отвечал. А сейчас я спокойно к этому отношусь. Я принимаю, что это от Господа, что Господь меня испытывает. А не может быть такое, что там, допустим, без соска как-то там сила, хотя, ну, как бы хочет тебя на грех вывести? Да, конечно, да, каждую секунду. А мне что, я остаюсь на берегу спокойствия? Тут он пусть горит огнем, да, волнуется, там, орет, а ты стой на берегу спокойствия и все, и правда будет на твоей стороне. Господь говорит, не воздавайте злом за зло, да, вот человек злится на тебя, там, гневается, а ты будь спокоен. Вот этому научиться тяжело очень тоже. Как понять, Господь тебя испытывает или бес тебя хочет? Господь, Он попускает даже бесу. Допустим, бесы нам готовы трепать ежесекундно, понимаешь? Но Господь преграждает им путь. А иногда Он открывает путь бесам для того, чтобы они нас испытали через вот нападки какие-то. Господь Сам, Он зла никакого не творит, Он милостив и Он сама любовь. Но для испытаний, вот, Отче наш, молитва, да, мы просим в молитве, не веди нас в искушение. Это мы и просим о том, чтобы Господь не выпускал бесам нас искушать. А вот как понимать, вот, то, что Вы сказали, не веди нас во искушение? Это вот как понимать? Господь же никакого... Мы не хотим, чтобы нас Господь лишний раз испытывал, правильно? Но ты же не хочешь каждый раз, чтобы вот, допустим, сталкиваться с человеком, который вот будет тебя оскорблять, да, вот. И ты просишь, Господь, да не надо, ну, а Он иногда... А, все, 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 я понял, я понял. И, сынок, надо вот тебя опять надо испытать, вести тебя в искушение надо. Чтобы ты в этом утвердился, научился этому. По поводу батюшки, Вы меня, в принципе, вразумили. Вот, если я к этому сам должен прийти, то я должен, как бы, отречься от всех своих грехов, правильно я понял? Сначала отречься, а потом уже идти к священнику, да. А если нет... Сначала окончательно, вот, все-все-все подобрать себе, и все... А если вот, допустим, на 99,09 там ты все решил очиститься, но что-то одно оставил, понимаешь, как есть пословица, птичка коготком зацепится, то есть в этой сети, да, то вся пропадет, понимаешь, через один малейший грех он тебя и погубит. То есть, если идешь на покаяние, несешь свои грехи Господу, то их все надо принести вообще, до единого, не оставлять никакого в себе. Если хоть что-то оставишь, все, не будет покаяния. Даже малейший грех, если там где-то внутри, а если он забылся, к примеру? Не, ну, то, что забылся, это... Ну, лукавить только перед Господом. Господь знает, что забылся, а что нет. Он-то знает. Любой грех, который в человеке, он всегда... Как я говорю, он в настрее ума. Человек о нем всегда помнит, он его всегда волнует через совесть. Совесть всегда испытывает человека, понимаешь? И ты всегда... Ну, Господь, Господь, ну, как он... Тебе блокирует, там, то, что ты уже, как бы, прощено, как бы, в этом плане. Ну, то... Когда прощено... К этому уже... Когда прощено, оно даже из памяти истирается. Человек забывает об этом даже. Вот у меня, допустим, до 30 лет я жил одной жизнью, да? Ну, вот. Уже почти 15 лет я другой жизнью живу. Это ко мне вот иногда... Ну, много раньше друзей приходило из той жизни старых. Вот недавно тоже позапрошлом году приходили, понимаешь? И они мне рассказывают, да помни, что... А помнишь это? А они мне говорят, а это как будто не со мной. Я говорю, ребят, да вы кому рассказываете? Я говорю, я уже другой человек. Они говорят, да ладно, хожу, что... Я говорю, а мне аж смешно, понимаешь? Они говорят, а мне смешно. Я говорю, вы не со мной, не с тем уже говорите. Я даже и не помню, о чем вы что-то такие глупости и ерунду говорите. Перемена происходит, человек меняется, вот. Он даже структурно и телесно меняется, и духовно меняется. Это другой человек. Это и есть рождение свыше, рождение от Бога. То есть человеку однажды надлежит родиться по плоти, вот. То есть он рождается по плоти, но однажды нужно человеку родиться от Бога. Понимаешь? Духовно родиться заново. Стать безгрешным. Ну, а вы вообще до этой ситуации вообще ходили в церковь? Как у вас вообще была ситуация? Я вот такой же, как вот ты сейчас я был. То есть у меня тоже я в Бога верил. Понимаешь, наметался и грешить хотел, и с миром быть хотел. А Господь, вот, Он меня вел-вел к себе, а я сопротивлялся, упирался ногами, руками. Он тогда говорит, да, дуророчек, тогда придется тебе укладывать, чтобы ты понял. И Он меня положил, и я все понял. И вот я людям говорю, вы теперь на меня смотрите и Господа не искушайте, чтобы Он прибегал. Потому что Он любит, Он любит, вот, Сына, допустим, своего, и у него не остается других просто способов, чтобы привлечь его внимание к себе. Понимаешь? Я вот там, допустим, ну, я же вам так и сказал, как бы, от меня начинают сейчас много людей, ну, как бы, отвлекаются и все. Ну, как бы, я сам по себе такой человек, что я люблю, там, как бы, быть сам наедине, в принципе-то, мне ничего не страшно. И, как бы, я это все изучаю, ну, естественно, я же хочу поделиться, даже вот с братом, вот, там, говорю, вот там такой-то, такой-то человек, вот, за вас. Так и так, так и так. Да, какой шум, там, несет, там. Знаете, это как, я понимаю, то, что, то что я лезу и либо этот человек к этому подходит, либо не подходит, как бы, к этому. Это, понятно, через все проходят эту ревность по Богу. Конечно хочется Я же хочу поделиться Это нормально, делись со всеми Пусть, а все равно кто-то Да услышит, понимаешь Если его не сегодня коснется Может через 10, через 20 лет Он вспомнит твое слово А ты все равно говори, пусть тебя гонят Многие отойдут Да не многие, всех потеряешь Но Господь даст тебе настоящих людей Своих, понимаешь Братьев уже поверит У меня такая нужда была 12 лет назад Я так страдал, я говорил, Господи, я один Меня вокруг вообще никто не понимает Ни в семье, нигде Постепенно и в семье стали все приходить к Богу И родители, и сестра, и дочка И все, все, все И Господь дал столько по миру И друзей, и братьев И все, и столько общения с людьми Это замолиться или сами люди Сами по себе Это Бог так все устроит Он увидит твою ревность Твою любовь к нему И он всю твою жизнь, он ее устроит Как тебе нужно То есть ты даже Ты даже себе не представляешь Какую обильную Вот он тебе жизнь сделает То есть та жизнь, она покажется тебе Вообще ничтожной Перед тем, что тебя ждет впереди Тебя ждет просто Одно вот Ну как это назвать, я не знаю Одна радость просто Но проблема у меня сейчас, конечно Я через какое-то страдание Вот я же понимаю Я же вас смотрю постоянно И понимаю, насколько человек сейчас А я тут просто там Ною Просто нанываю Где-то какие-то там моменты Это же как Житейские какие-то моменты Я просто привык То, что я там где-то там Всегда там на высоте Где-то там Выступаю Где-то там А сейчас как бы работы нет И у меня получилось так вот Что Оно просто так На уменьшение Самой самооценки И вот Почему-то я привез С собой Свои православные иконы Где мне когда-то там Помогало Ну как бы по жизни Они мне всегда помогали Но естественно Я же и об этом Как бы не задумываюсь И привез Мое твослов И вот я сейчас каждый день Пытаюсь там Как бы читать Это вот буквально Вот-вот Я же понимаю Что у меня внутренне Просто все меняется Абсолютно внутренне Все меняется Причем По большей степени Как грехи Я так свои вижу Главное Не сворачивать На этом пути Стоять твердо Потому что лукавый будет он Подсовывать всякие искушения А идти прямой дорогой Путем Божьим В основном надо Своё больше внимания И уделять больше Писанию Слову Божию Надо привыкать Читать к слову То есть Поначалу лукавый Он будет отвращать Всё Будет не давать Читать его Потому что Вся истина там Как Господь говорит Вера от слышания От слышания От слова Божьего То есть В слове В этом слове Заключена огромная мощь То есть Там начнут открываться Такие горизонты О которых мы даже Вот живя Мы живем Казалось бы Своей жизнью Она вроде размеренная Нам всё понятно Более-менее в жизни А в слове Божьем Есть такое понимание Такой смысл Который открывает Вообще новые горизонты В мире У тебя открываются Новые источники Понимания жизни Понимания мира То чего не дано Этому миру Понять Ты будешь По-иному Смотреть На эту жизнь На мир По-иному Будешь смотреть Ну Сергей Вот если У тебя голова Затуманена Вот это Как лукавым Вот как ты можешь Понять слово Божье Ты же как бы Понимаешь Как текст Обычный текст Я говорю Вот как оно Сейчас у меня Оно имеется В принципе А чтобы его открыть Это же должно Внутри открыться Чтобы тебе Образумление Как-то так пошло Просить надо Бога И очиститься В первую очередь О чем мы вначале Говорили Покаяться А без покаяния Ничего не будет Я говорю Если есть хоть один Какой-то грех То Господь Ничего не откроет Ну грех Это Ну вот Как вы это Рассуждаете Ну отрежься От всего От своих Своих каких-то И пойти Исповедоваться Правильно? Как вы это Равриете? Исповедоваться Это опять же Это вторая ступень Надо В первую очередь Самому Четко решить Решить Что я больше То что делал То я больше Этого не делаю Исполнить заповеди Кто любит меня Тот заповеди мои Соблюдет Господь А заповеди мои Не тяжкие Он говорит Любишь Бога Соблюди его Заповеди Если ты еще Не соблюдаешь заповеди Если ты в чем-то Грешишь То Господа Ты еще не любишь А кто не любит Господа Тому Закрыто с ним Общение Он не может Просто открыться Вот он Как в Писании написано Он говорит Все стою и стучу Кто мне открывает Дверь с тем Вечерей Вот То есть он стучит Сердце каждого человека А через что стучит Через совесть Он говорит Впустите меня Знаешь Такой Как бедолага Стоит под дождем Промокший Впустите меня Я буду жить В вашем сердце А человек из-за грехов Не может А он говорит А мне что Впустите Мне надо от того Отвечься От того Отвечься А я не могу Мне это очень дорого Я курить очень привык Мне очень сладо К дыму Я без курива Не могу Понимаешь А Господь Где дым Где разврат Где блуд Где Осквернение Всевозможное То сердце Не может войти Ну да Это так оно и есть В принципе Как бы Это Вот то что вы Мне сейчас говорите Знаете Оно как-то В сердце лежит И всегда Где-то там На полу Подсознание Может лукам И меня просто Дает Вот так Вы знаете Как Оно мне Где-то подходит Где-то Какой-то Какой-то Может быть Истине Оно не произвольно Даже не через Библию Оно просто Оно же Оно же Как бы Мы все Создание Божие Оно просто Лежит Либо оно Не лежит И Всегда Всегда Почему-то Я уповаю Только на Господа Бога Понимаешь У нас Из-за этой Войны Вот там Вот так Я так слышу Там какие-то Люди Говорят А почему Мы должны Молиться Знаешь Как горе Там Произошло Там Убили Ребенка Не знаю Там Эти все Моменты Человек Говорит А почему Я должна Сейчас Молиться Да Потому Что Тебе Сейчас Наверное Надо Чтоб Ты Сейчас Помолилась Раз У тебя Такое Горе Горе Или Ты К этому Хрен Пришла И у нас Через войну Как бы Многие Начинают Обращаться К Господу Это как бы Испытание Наверное Скорее всего Потому что Люди Никогда В жизни Может быть К этому Не пришли Конечно Это Война Это еще Не то Что ждет Людей Впереди Такое Боре Что Это Все Только Цветочки То Что Сейчас У вас Там Происходит Я Уже Да Я Уже В принципе Мне Недавно Приснился Серафим Саровский Я У него Спросил Говорю Так И так Как Как Тебе Молиться Как Как Какой Молитва Тебе Обращаться А Он Мне Это Все Во Сне Он Мне Говорит Говорит От Сердца Не Надо Никакой Мысли Не Немного Молитва Это Просто От Сердца От Своего Живая Беседа С Богом Вот Как Мы Сейчас Разговариваем Да Вот Мы Беседуем Вот С Богом Точно Так Ж Надо Разговаривать Просто Надо Научиться Слушать Его Вот Найти Этот Голос Опять Звучит Его Надо Найти Еще Куда Это Благодать Какая Божья Наверное Потому Что Мы Сейчас Можем И В Церковь Сходить И В Церковь Есть Нечего Божь Какие Там Церкви Люди Как Быть Вот Сергей Я хочу Вас Никак Никак Не Быть Господь Всех Своих Понимаешь Кто Придет К Нему До Того Времени Он Всех Своих Покроет Будет Эта Церковь Собрана Где-то В Таких Местах Где Будет Людям И Попить Чего И Поесть Чего Будет За Это Переживать Вообще Не Стоит Будет Наказан Мир Мир В Своих Грехах Будет Наказан А Народ Божий Он Будет Под Божьим Как Бокрывалом Под Божьим Куполом Таким Находиться Ну А К примеру Спастись Не спастись А Родителей К примеру Вот как быть Если они не веруют Я же не хочу Чтобы Об этом не надо Добоиться Своим Своим Примером И Господь Родителей Вразумит И всех Об этом Не надо Думать Как Кто Надо В первую очередь О себе Подумать Как Самому Спастись А потом Уже От Других Ну Да Как Серфим Саровский Говорил Если Ты Будешь Блажен То Тысячи Вокруг Тебя Спасутся Ну Как Бо Небословно Он Говорит Спасись Сам Вокруг Тебя Спасутся Тысяч Да 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 Ну Вот Я Как-то За это Наверное По большей степени Переживаю Потому Что Я Сам Вообще Какой Я Просто Грешный Причем Только Образумляюсь Только Сейчас И Режим Самое Время И Господь И Господу Ему Виднее Когда Когда Давать Человеку Важно Важно Одно Не Свернуть Сейчас На этом Пути Потому Что Многие Отступают На этом Пути Очень Многие Больше Половины Людей Они Как бы Начинают Путь Понимаешь И Отступают Лукаво Их Совращает Все равно Человек Возвращается Как бы На Свой Грех Опять Потом То Есть Грех Настолько Сладок Ему Что Он Не Может От Него Вроде Начинает Начинает Шаги Какие-то Делать И Потом Бак И Сваливается Кто-то Сваливается Через Пять Лет Кто-то Через Десять Кто-то Через Тридцать Лет Кто-то Перед Самой Смертью Сваливается Постоянный Вот Такая Постоянном Накале Надо Жить Борьба С грехом Как Достоевский Писал Что Сатана С Богом Борется А Поле Битвы Сердце Человеческое Все Внутри Человека Происходит Постоянная Борьба С грехом У 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 Какие-то Друзья Они Все Изотерика Здоровый Образ Жизни Все Такое Как Б То Что Я Сейчас Поставил Аватар Иисуса Ты Че Больной В Таких Моментах Что Я Даже Просто Принципиально Если Кто-то Что-то Говорит Вообще От Таких От Прощайся Потому Что Это Люди Они Сами Себя Под Проклятие Загоняют Которые На Господа Что-то Говорят С Такими Вообще Не Общайся Людьми Есть Заповедь Такая Кто Не Любит Бога Тому Марана Фа То Проклятие На Том Лежит Кто Не Любит Бога Господь Сказал Я Когда Приду В Мир Второй Раз Он Говорит Я Обличу Мир А в чем Он Будет Обличать И Наказывать Мир В том Что Не Верят В Него Это Самая Самая Важнейшая Заповедь За Которую Господь Накажет Людей За То Что Они Не Верили В Него Не В Иисуса Христа Ну Ты Сам Пойми Что Сейчас Очень Много Заблудших Таким же Самым Я В принципе Мог И Так же Само Но Я Никогда Этого Не Говорил Но Вот Допустим Моего Брата У Него Понимание Такое Будда Кришна Вишна Иисус Каждому Своё Время Может Быть Он Не Сегодня Может Быть Он Завтра Или Там Через Год Он Проникнется Может Ему Господь Откроет Ищи Для Начала Своего Мы Сейчас О Серафиме Саровском Говорим Своих Путей Ищи Тебе Надо на своём пути утвердиться Идти по нему Это я лежу У меня Вот У меня есть такая возможность Понимаешь У меня нет возможности Грешить То есть Господь Меня лишил Поэтому Вот я как бы Имею Такую возможность Людям Говорить о том Что Вот А был бы я сейчас В миру Кому бы я учил Я бы своего Спасения Конечно Бы искал Ещё бы я кого-то Наставлял бы Кто бы меня Наставил Как бы даже Если сейчас Там Искать Какого-то Батюшку Да не надо Сейчас Вообще Об этом Не думай Ни о каких Батюшках Ни о чём Не думай Об этом Вообще Даже В сторону Куда-нибудь Отставь Как можно Дальше Вообще Уже Я конкретно Готов В своём сердце И в своей душе Да Как В принципе Сердце Почва Сердца У тебя Готова Но Надо Видишь Надо теперь Делами доказать Свою любовь Некоторые Воды Я в Бога верю И через это Спасусь Понимаешь Апостол Павел Говорит Недорогой Ты делами Докажи Свою веру А сказать Что я люблю Бога Любой может Ты докажи Что ты любишь Его А доказать Мы можем Одним способом Отречься Со своих грехов Изменить Свою жизнь Ну так Сейчас Надо Ну вот У меня Сейчас Такой путь Как бы Я сейчас Ни в чем Не завишу И Меня в принципе Все отвергают Потому что Я меняюсь А Вот как бы Если ты там Допустим Ты Хочешь Какую-то Семью Или там Какую-то Работу В плане того Что Ее содержать Опять же Обращаемся К слову Божию Что нам Бог говорит Он говорит Об этом Не заботьтесь Я Устрою Вам Все это Как он Говорит Ищите Царствие Небесное А остальное Вам все Приложится В первую очередь Ищи отношения С Богом Ищи Внутри себя Отношения С Богом А вот Остальное Как только Ты начнешь Уделять Этому Время Господь Все остальное Он начнет Тебе давать И заработки И семью И отношения В семье И детей И все Что хочешь Он заранее Знает Что тебе нужно Все Всю жизнь Твою Господь Устроит Вот тут Такой Понимаешь Ченч Обмен Происходит Ты ему Приносишь Свои грехи А он Устраивает Тебе Твою Жить Выгодно Я думаю Выгодно Сама Твишка В том Что я Вам Задаю Вопрос И Когда Вы Начинаете Мне Говорить Оно Что у Внутри Оно Что у Мне Уже Лежит Дело В том Что Вот Какие-то Моменты Они Просто Они Просто У меня Как бы Сознание Моем Моей Душе Они Они Сложены Уже Наверное Так Можно Выразиться Я Господу Иду Уже Нам Надо Реально Жить С Богом А не Вот Это Все Мора Но Это Как бы Лукавый Да Вот Это Все Вот Эти Вопросы Делают Все 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 От Сатаны Все Это Мусульмане Буддисты Кришнаиты Там Все Это Сатанин Это Все Это От Демона От Вот Что Есть От Самого Главного От Люцифера Сатанин У вас Да Звуки Такие Там Сверлит Стену Соседи Ну Че Игорь Поговори Ну Меня Прям Разумляете Прям Если У вас Техни А Там Если Вам Отдыхать Может Надо Да Не Мне Просто Сейчас Надо А то Мне Звонить Должен Тоже Человек Ну Не Все Не Все Сразу Будем Созваниваться Время От Времени Вот Так Че Будут Какие Назревать Вопросы Да И Будем Решать По Мере Их Возникновения Ну Спасибо Вам Большое Ну Вы Меня Действительно Образумили И Большое Спасибо Что Вы Не Я Я Вообще Ничто Это Господь Все Господь С тобой Делает Ему Ему За Все Отдавай Ему Только Одну Славу Ему Все Ему Приноси А Люди Это Мы Лишь Инструменты В Его Рука Слава 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 Слава